И вернемся к теме взрывов на Ашиловском полигоне. Сегодня там завершают процесс утилизации боеприпасов. Репортаж Кирилла Полиенко. Центр складов. Все, начинаем. Работаем. Как понял, прием. На месте закладки зарядов все поняли и начали. Вспышка и тишина. Звук от взрыва доносится только через 10 секунд. Последняя партия 90 килограммов в тротиловом эквиваленте. Всего за время действия программы утилизации на полигонах Сибири уничтожили более 185 тысяч тонн устаревших боеприпасов. Объемы колоссальные. В среднем машине 2,5 тонны. Грубо вышло у нас 22-23 машины. В одну закладку уходит. Проведенную работу военные без преувеличения называют подвигом. С хрупким и взрывоопасным боевым наследием советских времен нужно было обращаться очень аккуратно. И отсутствие ЧП в Новосибирской области считают одним из главных достижений. За полтора года в селе Ярково ко взрывам уже привыкли. Люди, что называется, и ухом не ведут. Но совсем не обращать внимания на взрывы не получается. Шум, грохот. Это вообще кошмар какой-то. Все трясется дома. Это же невозможно. На воздействие ударной волны местные жители списывают трещины в стенах и фундаментах домов. Но многочисленные проверки пока эти подозрения не подтвердили. Если есть претензии, должна быть создана межведомственная комиссия, которая способна будет определить все-таки причину повреждений в зданиях, домах. И решение, ну скажем, цивилизованным способом возмещения ущерба, если такое будет. Закончить утилизацию планировали еще в октябре, но сроки несколько раз сдвигали. После многочисленных жалоб пришлось уменьшить объемы зарядов. И поэтому процесс затянулся. Военные заявляют, время последнего взрыва 18 ноября 19.00. Последняя серия взрывов оказалась не совсем последней. Завтра на полигон выйдут саперные бригады. Они соберут неразорвавшиеся снаряды и уничтожат их. На эти работы военные отводят порядка двух дней. Так что по-настоящему время тишины здесь наступит только на следующей неделе. Кирилл Полиенко, Роман Шолик и Сергей Гончарук. Вести Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова